Всем привет! С вами Ньюизетс, вы на канале Фрикаделька, а мы играем в игру The Kindeman Remedy. Всем привет! Да, как это? Средство Kindeman. Там, короче, есть такая небольшая вставочка. Это дисклеймер от создателя игры, который говорит о том, что если вы очень впечатлительные, очень эмпатичные, очень нервные, не любите кровь, кишки и мясо, не надо это смотреть. Да, и то, что тема, которая поднимается в игре, не надо повторять, не надо ничего из этого думать. Да-да-да-да-да, то есть просто смотрим и пытаемся понять, что хотели сказать нам авторы. Да-да-да. Исключительно в их логике. Собственно, вот, поехали. Поехали. Первый день. Ну да, конечно. Обучение надо. А как без обучения-то? День за днём торчать в этой дурацкой тюрьме, бинтовать порезы, вправлять кости, словно я какой-нибудь бездарный второкурсник. Какие картинки сочненькие. Я доктор Карл Закари Киндеман, с отличием окончивший университет, анестезиолог, хирург и даже химик. Тот, кого коллеги признали гением, а для простых смертных некто вроде бога начинается. Это он наш бог. Гад. Гад. Он, видишь, как... И всё же коллеги от меня отвернулись. Неэтичные, так они назвали мои методы. Вот такие какие методы. Я же зову их трусами. Сотни блестящих умов, скованных цепями морали и не решившихся сделать то, к чему нас призывает наука. К чему? Знакомый голос такой? Мы здесь. Наблюдать. Делать выводы. И открытие. Так, я создал его. Невероятный коктейль из веществ, которые производит наше тело, если его простимулировать. Стимулятор, хрена. Если я смогу синтезировать это средство, в корне изменю медицину. Навсегда. Да, но где опальному доктору найти столько подопытных? Маньяк. Я тебе скажу. Судя по началу, я думаю, там... Вот. Только в аду. И в аду я нашёл всё необходимое. Тюрьма. Томпсон и Сонт. Сотни грешников для моих операций. Оперный театр. Злобные демоны, которые закроют глаза на всё, если вы потакаете их пороком. Куча маньяков там ещё работает. Маньяк на маньяке. И самый добрый из ангелов в этом же самом жутком месте на свете. Сестра Анна. Привет, Анюта. Мы, как всегда, самые лучшие. И вот, мне осталось лишь засучить рукава и работать. Так, ну... Всё? Видимо, да. Что-то он задумался. Понятно, что методы у него интересные. Ну, и как хитрожоп это сутринево лицо. Так, давай, ты говори. Ну, ладно, видимо, доктора я звучу, а Аньку ты. И там потом разберемся. Ну, да, разберемся. Давай. Ну, в этот раз важно не переусердствовать. С чем? Их души были полны тьмы, а благодаря мне они предстали перед Господом. Блять. Но во имя наших глубоких чувств я буду держать себя в руках. Бойни не будет, обещаю. Ну, ладно, как тебе новая лаборатория? В ряде кабинетов всё ещё идёт ремонт. Это плохо. И всё же в моём распоряжении большая, хорошо оснащённая современном и изолированная от всей тюрьмы лаборатория. Идеальные условия для опытов. Но помни, мы должны делать своё дело и сохранять внешнее благообразие. Блять. Вот это словечко. Чем выше репутация, тем больше у нас бюджет. А чем больше бюджет, тем новее оборудование. Логично, логично. И разрешение от директора на большее число кабинетов. Если я намерен изменить мир, мне нужно всё самое лучшее. Логично. Он мне кого-то напоминает. Когда же ты будешь писать свой труд, если весь день ты занят? А если лишь один возможный ответ? Ночью? А когда же ты будешь спать? Сон для слабаков. Знаешь, с чем мы сейчас занимаемся? Как в школе было это? Это чтение по ролям. Сон для слабаков. Да, в натуре. Посредственность может прославиться благодаря случаю. Я же не буду полагаться на случай. О, господи. Тогда тебе лучше приступать. Нам лучше приступать к делу. Да? Видимо, да. И убежал. Он похож на пацана из... Забавные игры. Фильм. Помнишь? Так, подожди. Совет. Вы можете... Теперь нужно приготовить таблетки. Очень простая задача. Допустим. О, чё надо сделать? Ну, типа таблетки, ладно. Капсулы. Капсулы для таблеток. Так, и чё дальше? Туда? Ну, ладно. А чё ты там засыпал? Ты уже капсулу просто взял. Ну, что-то. В последнее время эта тюрьма и правда напоминает клетку, где из каждого тёмного угла за мной наблюдают тени. Они шепчутся за моей спиной. Срань, господи. Я забыл про компонент. Куда? Компонент. Да чё это такое? Ты там приготовил мусор. Ты мусор приготовил? А, нам приготовил мусор. Без полезных вам. Не те капсулы, не тот наполнитель. В корзину все это. А, ладно. Ладно, вычень. Вот так вот и делается мусор. Плацебо. Лучше начать сначала. Я забыл точную дозировку. Где моя книга рецептов? Какой же ты химик, доктор, всевеликий бог, если ты даже рецепт простых таблеток не можешь заполнить. О боже! Капсула для таблеток, какой-то компонент, смешать наоборот. Вроде всё просто. А чё там ещё есть? Особые таблетки, отравленные таблетки. Заняться... Чего? Ладно. Чего? Равномерно смешать микстуру с ртутью. Ну, конечно, надо смешать два ингредиента на оборотном столе. Ааа, ну вот в чём дело. То есть, смешаем с ртутью. Это компонент. Окей. Это он лечить людей ртутью собрался? А чё? Ртуть лечебная вещь. Нет, ну, был период в истории человечества, когда реально ртутью, по-моему, лечили всё. Ты слушай, на тюремщиков явно тратить больше денег нет смысла. Парноидальные мысли путают дозировки. У отказа от сна ужасный побочный эффект. Ну, тоже верно. О, они готовы. Эти таблетки нужны Анне. И оставлю их в подъёмнике. Об остальном она позаботится. Надеюсь, она не зайдёт так далеко, как в прошлый раз. В пошлый. В пошлый. Надеюсь, она не зайдёт так далеко, как в пошлый раз. Понятно, какие у вас самые отношения? В прошлый. Наверное, всё-таки в прошлый раз. Потому что я не знаю, какой ещё такой в пошлый раз. Как говорится, пишите в комментариях, что такое пошлый раз, по-вашему мнению. Это её религиозный фанатизм. Порой она ведёт себя, словно львица среди овец. Ладно, допустим. Львица среди овец. Короче, он похож на пацана из забавных игр. Из фильма. Тот тоже был во всём белом, в очках, с такой же причесочкой. Так, подожди, а ты можешь пойти ещё? А я тут не можешь. А она мне напоминает сейчас эту бабу, которая воут власти во втором бегала. С этой хуйней. Ну, она там больно большая, там мелкая. Ну, я к тому, что знаешь, ты чего начинал? Наверное, время для таблеток уже пришло. Он так быстро всё делает. У него такие сильные руки, такие нежные пальцы. Боже, милостивый, соберись, девочка. Что интересно? Не знаю. То же самое, что в прошлый раз. То же самое, что в прошлый раз. Может быть, это и не опечат. Вот они готовы. Всё для наших любимых пациентов. Остался последний штрих? Осталось лишь отравить один. Почему один? Почему не два? Две таблетки, одну мы, типа, травим. Одна убивает, а другая лечит. Но люди пьют их и не знают, где яд, а где спасение. Вот знаешь, что? В смысле, одна убивает, другая лечит? У вас в таблетке, блин, ртуть! Они отбывают. Разве не так же сам Господь вершит наши судьбы? Ну, в целом-то да, она... Смотри, зато она... Два нарциссов встретились. Не, она как бы даёт выбор. Какой? Она одна убивает, тогда лечит. Ты не знаешь, какая именно. О. Читай. Какой ты пузатенький, бедя. Ну, не читай. Двое страждущих. Эта отравленная таблетка освободит одного из них, вручив его в объятие Господа. Чё берёшь? А, ну, какую взял? Блядь, что? Ну, когда... Ты чё, чувак? Прими, это страждущий, шёпотом. А, ну, шёпотом. Этой ночью ты обретёшь покой в морге. Ну, я не буду шёпотом читать, чё там потом будем выравнивать. И, и, и... Свиньи! Быстро как-то откинулся. А, ты, милый мой, скоро тебе будет лучше. Подожди. А, то есть, вот это в новой вещей он так спокойно зашёл. А, да, ты такой, ну, сдох и сдох, и ладно. Ладно, чё с ним делать? Закинул его как мешок картошки. Так никому не мешок картошки, он скорее закинул его как большую подушку, знаешь, для сна которой. А вот этому не помогла таблетка. Он как шоу извивал, так шоу, так и шоу. О, он и... В смысле? Он в трусах на туалет, да, он его разделал. Он сразу же привёл, он ничего себе. Вот это сервис. Ну, видимо, тут вообще всё в порядке. Он приходит. Открывает люк. Окей. Дальше чё он делает? Так, окей. А нельзя было тогда сразу на том этаже сделать? Какой-нибудь, чтобы он там падал? Один херн сейчас... Главное, дверь автоматически закрывается. Да, 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 да. То есть какая-то порная анимация сложная, чтобы он эти двери открыл, а при этом она автоматически закрывается. Вы можете запланировать несколько действий. Совет. Так, подожди. Каждые два дня проходит казнь. Каждые два дня. Ну вот мы видим, день один у нас. А это значит, что завтра будет ещё на казнь. И что? Завтра будет ещё на казнь. Людей типа ещё на казнь, или что это? Тут, видимо... Это перевод, мне интересно, а не в помощи нейросети? Завтра будет ещё казнь, наверное. Или одна казнь. Возможно, не знаю, ладно. А это значит, что я уже должен быть смотровой. Чёрт, я совсем забыл об этом? Я вот тоже забыл, что-то... Что-то, подожди, а что тебе надо? Смотровую. А, подожди, сюда? Лаборатория. Так это лаборатория. Спользуйся две глоболтовые. Типа сюда, вот это подсветилось, подсоединиться на место. Ага. Ну ладно, идти смотровой. Это смотровая. Не мешаться в кайне. Какой зашёл чувачок? Вон, я стерял, по-моему, такой побег, или как это называется? Подожди, а что мы делаем? Он похож. Вызять для стандартного медосмотра перед казнью. Это вопрос! Вызять для стандартного медосмотра перед казнью? Зачем делать медосмотр перед казнью? Типа он всё равно сдохнет, для чего это? Может, чтобы он... Чтобы он точно был здоров? Какой в этом смысл? Чтобы он испытал спектр эмоций здоровыми, не знаю. Знаешь, наверное, единственное, для чего я могу предположить, что человек точно, например, не пытается совершить самоубийство, потому что некоторые сбеятся там... Воскомнадзор-то? Что тут, наверное, электрический стул, наверное, да? Вот тебе. Да, доктор. Да, доктор. Я же доктор. Он так выглядит на картине, такой, как будто я-я-я! Вы должны проверить, что он здоров и силён, как бых, прежде чем убить его. Что за бред вообще? Что ж, сделаем эту бессмысленную процедуру, ещё более бессмысленную. Да, я согласна с ним. Где же этот реактив для инъекций? Должен быть где-то здесь. А вот она. Вот она. Я бы не доверяла доктору, который так по-дебильному бегает. Я приготовил для вас одно средство. Оно уменьшит боль, которую вам придётся испытать завтра. Интересно, как? Мне нужно лишь ввести его вам, прошу, не шевелиться. Мне было бы логично, если можно что-то ввести прям непосредственно перед казнью, для того, чтобы угнести ЦНС, для того, чтобы человек немного чувствовал. Ну всё, чувак, вот тебе шприц. Плечико. Вступайте. Не стоит тратить последние часы вашей жизни на бессмысленный осмотр. Сраные ублюдки, до встречи в отлово, заключённый Фред Визель сказал. Фред Визель. Блин, у него такое имя, как будто Вин Дизель. Да, 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 что-то такое. Что-то такое. До встречи в аду. Ну и всё, до встречи в аду. Мне кажется, ты скоро туда попадёшь. Так, подожди, ещё дальше. Не знаю. Давайте. Невероятно, эти дураки и правда поверили, что... Что, а? Благодаря инъекции г-актива он переживёт казнь. И завтра ночью будет готов к моему особому лечению. Подпош... Что? Здесь какие-то проблемы с... Поверили, что благодаря инъекции г-актива он переживёт казнь? Нет, ну что-то не то. Ну ладно, видимо не переживёт. Типа, он, наверное, имел в виду, там не должно быть что. Это, наверное, должно быть невероятно, эти дураки поверили. Там, наверное, просто отсутствует одно. Они правда поверили, что благодаря инъекции г-актива оно уменьшит боль перед казнью. Но, на самом деле, благодаря инъекции он переживёт казнь, и завтра ночью будет готов к моему особому лечению. Впереди будут казни, а у меня нет реактива для инъекции. Ночью я должен приготовить реактив в морге. А, ну да, там ноль был, последний забрали. Окей. Один вылечено, один убит, ноль не осмотрено, мнимая смерть введена. Мнимая смерть? А, типа это прям реактив, типа он как бы реально как будто умер. Будет видеть. Это то, что дали Джульетте, я так полагаю, да? Ладно, допустим. Там же был какой-то я. Пришёл время позвонить Ронни и сказать, чтобы он мешался в процесс казни. Ронни? Давай позвоним. Кто бы там ни был. Давайте позвоним. Да? Завтра. Опять ваш аппетит обезмертный, док? Просто сделай это. Доброй ночи. А за что он это делает? Коротко, коротко и ясно. Мне он не нравится ни капли, но он единственный у кого есть доступ к электрическому столу. До начала казни. Полезный человек. Подопытные нужны мне живыми. И они не выживут, если не уменьшить силу разряда. А какой тогда смысл в какой-то херне, которую он вводит? Ну, типа, чтобы они реально выглядели мёртвыми. Они же, если не помрут, он же не будет бессознательно валяться всё это время. Он будет дёргаться, судороги у него начнутся. А зачем ему тогда какую-то херню готовить? А он говорит, чтобы они, видимо, выглядели реально как труп. Единственное, наверное, что, возможно, у них сердце будет биться. Хуярить об неё релаксант, например, нет? Не знаю. Ну, он же должен дойти до стула. Ладно. Продолжаем. Это его Анна отравила? Кого? А, чувак авторса? Да, возьмём его. Буля! Здесь Рэмбо на Рэмбо просто. Три супертанцев. Описание совпадает. Она была так счастлива освободить его. Анна, она особенная. Что ж, пора выкачать все эти чудесные вещества из его хладного трупа. Окей. Какие чудесные вещества. Не знаю, что там выкачать. Вот это вот твоё лекарство, которое... Это жёлтенькое, которое было на картинке. На заставке. Наверное, но. Пиши. Чё ты делаешь? А, ты подключаешь ему игу к руке. Ага, оно качает. А люди не задаются вопросом. Вот приходят сюда когда-нибудь инспекции? Вот что тут вот это вот такое в морге? Ну, слушай, мы же когда-то... Типа этот как его вкачивают. Да, 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 да. Там же что? Там же нужно выкачать кровь. Вместо неё вкачать формалин. Вот этот вот раствор. Так, пока этот подонок умирал в огоне, его тело производило чудесные вещества. Моя машина их извлекает. А, то есть он прям в огоне и должен умирать? Не знаю. Теперь пора составить малый научный отчёт. Я должен всё записать. Фенотипа доп. Точное количество извлечённых веществ, уровень их концентрации в разных тканях. Всё. Записывай. Я почему-то сейчас напомнила одну из последних серий Великие Морти. Внимание, спойлеры, если что. Где чуваки, если саму раскомнадзорятся, то из них вываливаются спагетти. Это же прекрасно. Спагетти. Вот и малый научный отчёт. Это, конечно, не большие научные отчёты, где я получаю данные от живых подопытных. Но в моих поисках средства это всё ещё может пригодиться. Окей. Ну ладно, допустим, что дальше... А, избавиться от труба. Поднимай. Молодец. Трупояма? Чё? Трупояма? Трупная яма. Типа, трупная яма, но почему трупояма? Почему так коротко? Это как имя какого-нибудь божества. Как это по-английски написано было бы? Я не знаю. Я не знаю. Труп, ты знаешь, как труп? Корпс? Корпс? А яма, типа... Чё там яма? Корпс даун какой-нибудь. Так, работа окончена. Всё готово к завтрашнему днёму. Осталось сложить шприц с реактивом в саквояж. Ну давай. Вот это вот он, да? Где у него саквояж? Нет, это шприц сначально с реактивом. Типа, ты бутылочку налил? Хуя себе у него шприц, блин, выкатил. Там он шприц держал в руке. В лучшем случае миллилитров десять. Ну ладно. Допустим. Куда ты пошёл? А в этой банке, я не знаю, литров десять, наверное. Похожую, видимо, вот здесь, да? А, в саквояж, типа, в которой здесь, наверное, столя для реактивов. Понятно. Один научный отчёт из ста. А, у нас есть день один, а потом есть ночь один. Треста Киндемана ноль. Мы не смогли его придумать. Прошёл ещё день, и вновь я ходил по тонкой грани между жизнью и смертью. Травите заключённых, чтобы изучать их трупы, лечите их, чтобы получать репутацию и покупать лучшее оборудование. Отнимая жизни и исцеляя, соблюдая равновесие. У каждого действия есть цель, словно я бог. Это, блядь, ягами лайт. Версия другая какая-то версия. На минималках какой-то. Верникальность сегодня. Ладно. Допустим. Допустим. Допустим, а что делать-то? Типа, таблетки можно готовить? Наверное. Типа, ты мне на это сказал намёк? У тебя в день начался. Ну, я не знаю. Там внизу никого, конечно, нет. Вот у Танька. Стоит, что-то ждёт. Стоит, ждёт. Пусть молится. Тут, видимо, потом столы будут, я так понимаю. Что-то, потому что это к вам. Наверное. Странно. Вот этот чувак уже пришёл за таблетками, а у меня их нет. Он такой пузатенький дядень-то. Всё, беги, давай таблетки. А, подъёмник. Вот он уже стоит, он нервничать начинает. Это значит, что это напоминает какие-то игры про пиццерии или гамбургерные. Типа, ну, у нас срочно заказ. Ну, давай вот этого нервного. Чё он там лякнул? А, она просто трындец. Давай сразу же вот этого нервного. Посмотрим, какой-то удачный или неудачливый. А ты там чё, снова делать-то, блядь? Ну, конечно. Ну-ка, 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 ну-ка. Выкинул и... Эх, чувак, не повезло. Сегодня, сегодня, сегодня не твой день. Потому что настолько всё рандомно. Ну, типа, как бы, она сказала же, одна убивает, одна лечит. И никто не знает, как, да? Извини, чувак, но ты всё. Они ещё так чётко на одном месте подыхают. Это вообще никого, понимаешь, не задевает даже такие. Ну, сдох, сдох, ну и ладно. Опа! Ох, как он красивых поднимает, я не могу. Да, блин, таблетки одна. Perfect mix, он тебе сказал. А у меня день не идёт, что ли? А, пока я не буду, у него задание. Не, двигается. Нет. Нет? Вместе стоите. А, значит, мне показалось. Подожди, так может я тогда это? Чё? Таблеток выдано 4 из 6. Подожди, а если я... Не буду просто травить одну таблетку? Он мне, типа, никогда не засчитает выполнение задания, типа? Наверное. Ну, у тебя там стоят эти и нервничают. А чё, если они да нервничаются? Ну, они уйдут, наверное. Как-то сейчас бывает. Думаешь, они не устроят драку. А, давай, траванём. Ну, да, пускай забирает таблетку. А следующих уже травить будем. А чё, труп унесли так же, как и этого в тот раз? Ты можешь двигаться по карте? А, слушай, он нервничает, но хочет отравленную. Он такой, хочу травануться, заебался тут сидеть, но... Нет, подожди, он... А, там просто их не было у меня ни одной. Серьезно. А-а. Чего? Ну, типа, лекарство, чё-то там сигнатур. Класс. Это лекарство, а чего-то там. Она такая счастливая. Нет, нужно добавлять таблетки в дозатор. Ладно, как скажешь. Не буду. Ха-ха, чё, чё, скажу. Чё, видимо, всё? А, потому что ты все цели закончишь. Да, всё, замешивай. Чё, будут цели на каждый день? Или как? Раз нет нужды. Или это у нас всё ещё... А, всё, день закончится. Заключенных четыре, убито два. Обучение. Ну ладно. Опа, опа. О, парония. Время казни, доктор Киндеман. Пора поджарить очередную свинку. Он какой-то мерзкий. Уже пора. Ровно один раз в два дня. И ровно в конце рабочего дня. Как и всегда. У нас в могильнике много работы, док. Многие должны успеть умереть. Так ты собираешься делать своё дело или как? Сейчас же. Всё готово, как я и просил. Я профессионал, доктор Киндеман. Не нужно задавать глупые вопросы и тратить моё время. Вас хотят видеть. Так хотят, что умирают от терпения. Да, юморист. Вообще, блядь, стендапер. И юмористы попадают. Да. Время пришло? Да. Да. Не подскажешь ещё раз, как это работает? Помнишь, реактивный для инъекций, который я делаю в морге? Это смесь из опиатов, медиаторов для передачи боли и химических соединений. Ускоряющую регенерацию. Всё это я извлекаю из трупов. Если ввести это живому подопытному, электрический шок его не убьёт, даже если его сердце почти полностью остановится. Потрясающе! Это лишь вершина айсберга, когда я доведу своё средство до ума. И чё будет, когда ты доведёшь своё средство до ума? Я не знаю, разбогатеть, наверное. Хотя столько подопытных убил. Заключённый Фред Визель, номер 11893, в соответствии со статьёй 40-го кодекса США, главой 23 УПК 4023-114, положение об исполнении наказаний. Тише, начинается. Вы привлены к смерти на электрическом стуле. Охрана, давайте. А я думал, обычно они говорят не охрана, давайте, а ввести прерывал в исполнении. Типа, должно звучать как бы пологичнее. Не знаю, если честно, я не помню в таких фильмах чё там ещё говорят. А тут как-то... Ну точно не охрана, давайте. Какое-то панибратство пошло, охрана, давайте. Слушай, смотри, там никого нет. Никто даже не смотрит на его кадр. А на похер. Да включай. Молодец. Я думаю, мы не будем здесь разводить полемику насчёт целесообразности смертной казни, насколько это правильно или неправильно. Да там что США, скажем, стать своя права на это всё. Доктор Кинген, прошу вас подтвердить смерть. Пошёл. Очень удобно, блядь, когда ты подтверждаешь смерть. Ну и чё там? Давай. Сердечко бьётся, не умер. У меня аж в ухо бьётся, блядь. Пульса нет. Он мёрт. Хуёвый вы врач. Очень хорошо. Они все ему поверили. Прошу покинуть помещение, мы здесь закончили. Ну как бы они же специалисты, он единственный может подтвердить смерть. Да в смысле пульс, даже я тебе могу подтвердить или не подтвердить. Нет, только врач может подтвердить смерть. Господи, какой барьер. О, чё происходит? Ну нифига себе, да чё это за пузо. Наконец, мои труды окупились. Дни бесполезной рутины позади. Я могу приступить к делу. Весь день я тружусь. И всё ради драгоценных минут. Наконец, ещё один большой шаг впереди, вперёд в моих важных исследованиях. Ронни всё сделал, как и всегда, под лоб и доставленный. Меня от него с души воротит, но должен признать, он крайне полезен. Добро пожаловать в ад, мистер Визель. Можно я вас буду... Можно я буду звать вас Фред? Ад, концепция, в основе которой лежат страх и больное воображение. Но здесь, в этих стенах, боль и страдания служат науки. Да, да, да. Мне стоит поблагодарить вас сейчас, потому что позже, боюсь, вы будете не сможете понять моих слов. У нас какие-то проблемы просто. Боль будет невыносимой. Безбудите. Вы не сможете понять моих слов, боль будет невыносимой. Да, 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 да. Прицепил. Стол для пыток. Началось, тут началось вот это всё. Гача, вот это гача, вот это всё. Кто? Гача, вот это всё началось, гач. Что это такое? Вот это вот, вот. Я не понимаю, что ты говоришь. Это слово странное. Так, особое лечение. В смысле, подожди. Чего, подожди, инструменты. Молоток, пыла, бритва. Части тела, руки, ступни. Ступни. Гениталии. Давай, я не знаю, наверное, по-лёгкому пойдём. Как бы, хотя бы, я, это я хотя бы в пиле видел. Как отпиливают части тела, это хотя бы не так. Это же бред, ты же это составляешь. Не, ну это хотя бы можно ещё хоть как-то оправдать. А молотком по ступням бить, или, я не знаю, по гениталиям. Оставим потом. А пила с последним пунктом. Это, видимо, отпилить. А вот это, видимо, резать. Просто надрезать делать. Ну так, резать, наверное, всё-таки менее болезненно. Да я хер не знаю, сколько резать и как. Давай, вот, давай, отвилим ступни, ладно. Приступить. А, это чё, скилл-чеки? Это скилл-чеки! Подожди, это чё, беди началось? Давай, козлить! Ох, как он ему режет, прям подрезает. Ох, ещё разочек. И ещё немножко. Надо было хоть приблизить. Вот так, хорошо. Большой научный зачёт составлен. Это была ночь открытий. Спасибо вам, мистер Визит. Он умер от того, что ему ногу спилил. Да. Живой он уже беспорядок. А, нет, он уже всё. Я составил большой научный счёт. В нём масса полезных сведений. Пора вернуться к работе. А с этим чё делать? А. Ну, типа, как бы, целесообразненько, конечно, берёшь и... Я бы поняла этот смысл, если бы он так и делал, он при этом был бы под аппаратами, чтобы увидеть, как меняется его пульс, там, кровоснабжение... Слушай, он для чего-то своего делает, он же типа от каких-то там мучительной смерти выкачивает вещество. А почему он тут с него не выкачает? Это очень странно. Это, видимо, нужно само вещество ещё при этом. А это просто лёгкий способ добыть вещество. Ой, слушай, тогда это какая-то глупость. Получается, он в них вкалывает вещество, чтобы они... А, подожди. Нет, он выкачивает из них вещество. А, нет, это же эти, это которых... Да, это выкачивает из них вещество, вкачивает, наверное, в того вещество. И смотрит, насколько долго он проживёт, если вот такую херню заниматься. И что, он ищет, типа, лекарство от бессмертия? Не знаю, может от... Не чувствовать боль. Ну, не бессмертия, но, видимо... С ней чувствовать боли у него точно пока проблемы. Всё? Что он там пишет? Мауин научный отчёт. И выбрасываем. Слушай, а можно их... На их видео, вот так, в трупо-яму, их нельзя туда, да? Наверное, нет. Трупов выброшен 0 из одного. А, один. Ну, в целом, вот, неплохо. Сегодня казнь прошла, а он день казни сегодня. Окей. Кто их там забирает или как... Хоть показали бы, что... Какой-нибудь сидит, короче, этот... Гигантский дракон и такой... Мам-мам-мам-мам-мам-мам. Так. Это был бы прикол. О, ещё и звонка. Ещё и в морг звонят. Кто там? Как много контента. Да. Доброе утро, это доктор Саймон Блэк. Будьте добры соединить меня с доктором Киндеманом. Чё тебе надо, Саймон? Боже мой, ты что, сам отвечаешь на звонки? Да уж, прости, но в долбанной тюрьме врачу не положено, секретарша. А как, Женька? Ты работаешь в тюрьме, а должен бы в ней сидеть. Я считал бы себя везунчиком на твоём месте. Чё тебе надо, Саймон? Я уже слышал новости. На острове Томпсона пропадают люди. Ты не оставил свои безумные опыты. Я не понимаю, о чём ты. Всё ты понимаешь? Я не дам тебе продолжать, Карл. Я за тобой присматриваю. Карл? Да, его зовут Карл. Его зовут Закари. Карл Закари Киндеманон. Карл, по-моему. Карл он. Карл. Карл Закари. Закари Карл. Ладно. По правде говоря, за тобой присматривают столько глаз, сколько я могу себе позволить. А возможности мои велики. И либо ты бросишь это дело сейчас же, либо я тебя уничтожу. В этот раз окончательно. Я не понимаю, о чём ты. Ты благословен. Будь по-твоему, ну я тебя предупредил. И всё. А вот как бы разговор весь. Доктор Рукиндеману не страшно. Вот и поговорили. Не страшно. Вот, короче, на картинке очень красивый. А вот здесь, посмотрите на его лицо. Да я знаю. Чё он чё не сказал? А этот откуда здесь взялся? Кто такой вообще? Что я не понял? Я же только что выкинул отсюда кого-то. А вот там что-то не за масочка прикольно. Этого музыка и в тетради смерти была. Нет, это классика какая-то нетленная. Но он там кого-то просто решил сбить до смерти, походу. Я не знаю, что он сделал. Ладно. А, вот, видите, начался. Ну, я видимо, думаю, пока на этом всё. Всё, конечно, конечно. Ой, господи, какая своеобразная штука. Собственно, вот такая игруля. Будем смотреть, что будет дальше. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Прикаделька. И до скорой встречи в новых видео. Пока-пока. Пока-пока.